всем моим зрителям привет ну а тем кто забыл или может быть впервые на канале напомню меня зовут елена и это канал про вязание да про вязание сегодня собственно говоря будет несколько тем в одном видео расскажу вам что сейчас вижу собственно вот вы видите это отголосок предыдущего видео покажу что связала за последнюю полторы недели и также расскажу вам про новости про одно интересное мероприятие которое предстоит первых числах апреля а также про мой новый канал ну что поехали прошлом видео я уже показывала вам этот кардиган и сетовала на то что истинно его цвет увы не передается ничего не изменилось настройки не смогла с ними справиться не помогли ну надеюсь что потом когда-нибудь когда он будет довязан я смогу его сфотографировать при дневном освещении нормальном в нормальных условиях возможно на улице и тогда может быть получится мне действительно вам показать всю настоящую красоту этого изделия но на действительно очень красивая очень очень благородного цвета вид вообще благородный материал ну что подросла у меня уже моя работа напомню это кардиган тире пальто летнее я хотела бы чтобы длина была ниже колен сейчас пока еще я не достигла уровня колен вижу я его снизу вверх и собственно говоря вот уже с момента когда было прошлое видео я по моему вам показывал у меня помогут то ли вот здесь то ли вот здесь я была сейчас уже точно не могу вам сказать я не фиксировала но вот как минимум сантиметров на 15 я уже подросла на самом деле я еще пока не достигла того момента когда у меня начнутся проймы вот здесь вот на боковушках где у меня резинка я про нее рассказывал да такая вот необычная резинка нестандартная видите вот она такая размазанная где одна петля лицевая где две петли лицевые где одна изнаночная где 2 ну вот так вот немножечко я похулиганила вот как раз на уровне вот этой резинки у меня и будет подрез а дальше начнет расти рукав но какой рукав я пока еще не знаю скорее всего это будет обычная классическая пройма вывязанная а потом наверное методом имитации я буду подвязывать сразу с кромочных петель подвязывать рукав и в результате будет выглядеть как классический обычный рукав в точной реглана не будет нет регланы я вообще не вижу так ну собственно говоря рассказала вам показала на самом деле такие отчеты не нужны мне самой для того чтобы я могла в какой-то степени фиксировать этапы своей работы и какую-то хронологию потом отслеживать как долго я увижу насколько да насколько я стараюсь но честно говорю стараюсь каждый вечер я стараюсь вязать ну хотя бы вот один пролет вот один пролет состоящий из 22 лицевых петель вот в высоту здесь вот в этой косичке 22 лицевые петельки здесь у меня уже началось увеличение вот этой вот изнаночной линии которая обрамляет козу видите если здесь у меня было всего лишь 2 изнаночные затем она не прибавилась на 3 изнаночная теперь уже samping здесь вот 4 изнаночной и дальше естественно логично что будет увеличиваться увеличивать вот это вот место и в результате к тому моменту когда я приду уже к воротниковой зоне я думаю что здесь у меня У меня уже будет вот так вот под откос идти линия, ну вот с таким наклоном, и здесь уже будут изнаночные петли. Ну, посмотрю, может быть, передумаю к этому моменту, пока что задумка такая. Так, ну, собственно говоря, это процесс. А теперь давайте покажу вам, что связала за последнюю, да, за последнюю недельку. Вот, я связала очередную, уже не знаю какую по счету, палангу, причем палангу треугольную. Вот эта вот расцветка одна из моих самых любимых, но раньше я вязала паланги. Ну, во-первых, я их вязала вытянутые такой вот серповидной формой, но, к сожалению, они оказались невостребованными, и чаще всего люди просили вязать именно треугольную форму, поэтому я перешла сейчас именно на такой вот вариант. И я раньше вязала с использованием различных оттенков зелени и различных оттенков бежевого, коричневого, иногда даже темный-темный коричневый, практически переходящий в черный. В этот же раз впервые я добавила синий цвет, вот сюда, конкретно в эту расцветку, и вот смотрите, как получилось. Знаете, у меня даже был однажды такой забавный случай. На выставке подошла женщина одна, и она рассматривала изделие на стенде, а затем обратила внимание вот как раз на вот эти вот платки, шали. Ну, и задала вопрос, что это такое. Я ей рассказала, что изделие я придумала самостоятельно, именно в такой расцветке, именно в такой конфигурации, именно вот такие вот воздушные дырочки. Не прорези, подчеркиваю, не прорези. Когда, например, вы вяжете кофточку с планкой, да, а на планке вы вывязываете отверстие для пуговиц, вот тогда вяжутся прорези. Здесь дырочки. Есть другой алгоритм формирования дырок. Так вот, я рассказала, что изделие это родилось под впечатлением от посещения прибалтийского курорта, литовского Паланги. Она посмотрела так внимательно и говорит, я обожаю Палангу. Она говорит, когда-то давно, еще девочка, я ездила туда отдыхать, и у меня остались самые-самые благоприятные, самые-самые положительные впечатления. Она говорит, это действительно Паланга, ну надо же, вот это вот напоминает прибрежную линию. А серый такой разбавленный песок в дюнах, вот это сосны, вот это кора деревьев. Ну а в целом дырочки – это воздух. Это потрясающий, вкусный, насыщенный воздух сосновый, которым славится, конечно, прибалтийская курортная зона. Так что это действительно изделие, которое полностью отображает вот этот вот прекрасный город. Кстати, коль уже речь зашла, давайте покажу вам еще одну Палангу. Она у меня тоже, в общем-то, имеется в наличии, но... Ой, огорчаюсь я, немного огорчаюсь. Это не полноценный платок большой, это не шаль, нет, это по размеру косынка. Не очень длинные здесь у меня вот эти вот стороны. Полтора метра всего лишь размах, то есть, по большому счету, это косынка. Вы знаете, три выставки она уже прокаталась вместе со мной. Цену я поставила, но самую, что не есть, чуть ли не бесплатную. 1400 я поставила за изделие, учитывая благородство пряжи и высокое качество пряжи, и оригинальность идеи, и необычность самой модели. Но, тем не менее, поставила очень-очень низкую цену, и все равно она катается со мной по выставкам и возвращается. Не привлекает она. Подозреваю, что дело в расцветке. Вот это вот тоже Alize N'Goro Gold, но расцветка называется Shalfi. Сейчас она более выбеленная, более светлая. На самом деле она, знаете, такой вот разбавленный серо-зеленый. Очень-очень сложный цвет, холодный, который подходит, увы, далеко не всем. А так как изделие небольшое, предполагается, что носить его нужно либо на голову, либо на шею, то есть близко к лицу, и, соответственно, вот далеко не всем подходит. Вот кто меряет его, примеряют на выставках и говорят, да, красиво, оригинально, но не мой цвет. Вот я и не знаю, то ли я прогадала с расцветкой, то ли оставить себе. Кстати, здесь вот немножко, видите, поэкспериментировала и сделала маленькие дырочки, вот такое вот чередование. Я больше нигде ни в одном другом платке таких вещей не делала. Это вот первый у меня был такой эксперимент, когда уже выходила на самые большие по диаметру дырочки. Вот здесь вот у меня еще вставлены совсем-совсем маляпуски для разнообразия. Здесь то же самое, это Drops, пряжа Delight, мериносовая шерсть, 178 метров на 50 грамм. Вот эти вот расцветки разноцветные, да, вот полосы, получаются благодаря тому, что я подбираю пряжу. Не надо думать, что это я беру один моток и вот как вот цвет укладывается, так я его и размазываю по изделию. Ничего подобного. Если бы я действительно так делала, тогда у меня бы один цвет мог бы закончиться где-то на середине, например, ряда. Дальше начаться другой цвет и тогда бы не было бы симметрии. То есть здесь очень важно, чтобы ряд с одной стороны, вот полоса с одной стороны, простите, соответствовала, соответственно, с другой стороны, чтобы расцветка совпадала с двух сторон. Поэтому, да, я сижу и подбираю. Сначала один моток беру в расход, потом другой моток, потом третий, затем повторяю, вот даже видны переходы пряжи. Вот, вот такая вот модель. Мне нравится, она холодная, она такая, знаете, очень эстетская, не побоюсь этого слова. А вот людям, увы, ах, посетителям, почему-то она пока что не приглянулась. Ну, ничего. Я все-таки планирую дать этой косынке еще один шанс и осенью повезу еще на выставку. Еще одну палангу я вязала в начале февраля. Не успела ее ни сфотографировать, ни отснять. Единственное, у меня небольшой кадр есть, имеется, когда я стенд снимала на выставке. Собственно, сейчас вы его увидите. Так вот, эту палангу я назвала карамельная ассорти, потому что она действительно такая яркая, разноцветная, похожа на карамельки. Но там собраны вообще остатки всех-всех-всех моих мериносов. То есть вот здесь, напомню, здесь у меня Ализен Гора Голд, а вот здесь у меня Дропс. Дропс Дилайт – это мериносовая пряжа норвежская, очень приятная, замечательно драпирующаяся, легкая, мягкая, ну, замечательная и очень-очень красивая расцветка. И вот, конечно же, когда я вяжу-вяжу-вяжу много таких изделий, у меня остаются какие-то, ну, не очень большие участки, да, пряжи там метр, полтора, два, пять, ну, вот приблизительно так. Я их собрала, подобрала по линиям, и в результате у меня получилась вот такая вот разноцветная карамельная паланга. Но вот так вот показать ее я вам уже не могу, потому что она со стенда очень-очень быстренько ушла. А вот эту палангу я связала в подарок своей подруге, однокласснице. И вот сейчас, собственно говоря, вам покажу, отсниму ее и побегу в ДЭК отправлять. Еще я связала этой же подруге, точнее, ее супругу шарфик. Сейчас вам покажу. Вот такой шарф связала, двусторонний, мохнатый. Ну, видите, да, такие вот у него ворсинки интересные, довольно длинные, заметные. Очень мягкий, в целом приятный, если его прикладывать к шее, к щечкам, очень приятный. Пряжа не колется. Тем не менее, впечатление у меня от пряжи осталось очень такое, знаете, двоякое. И сейчас я вам расскажу, почему. Вот эта пряжа. Ализе Альпака Роял. Впервые я ее, в общем-то говоря, заказала себе не так давно. Решила с ней познакомиться. Честно скажу, никогда раньше. Я ее не то, что даже не пробовала вязать. Я даже ее никогда не встречала в магазинах, не обращала на нее внимания. А здесь мне просто вот понравился состав. Давайте про метраж поговорим. 250 метров. И поговорим про состав. Вот, пожалуйста. 30% Альпака, 15% Шерсть, 55% Акрила. Спицы 4-5. О, Тимоша пошел. Не обращайте внимания, пожалуйста. Он у меня кинозвезда. Он всячески норовит у меня попасть в кадр. В прошлое видео тоже не попали несколько кадров. Я их специально удалила. Потому что, ну вот как только начинается съемка, все. У меня два мальчика, два кота мальчика. И они оба норовят оказаться в кадре. Вот еще любопытный аксессуар. Это шаль, которая... Называется «Страсть к путешествиям». Это шаль, которая... Ой, Тимошечка. Тимошечка, дорогой мой. Ну, кино снимается. Мальчик мой, конечно, кинозвезда. Ну, вернемся. 4 или 5 миллиметров это рекомендованные спицы. Собственно говоря, я так и поступила. У меня одна спица была для лицевых рядов пятерочка. Так, а пятерочка ли? Пятерочка, да, пятерочка. А для изнаночных рядов у меня 4,5 миллиметра спицы были. Я довольно регулярно практикую такой прием. Да, вы, наверное, могли уже на это обратить внимание давно. Что мне не понравилось, учитывая те характеристики, которые я только что перечислила. Мягкая, приятная, комфортная, замечательная, драпирующаяся. Посмотрите, как легко, да, она вот себя ведет. Полотно плотненькое. Несмотря на то, что я вязала рыхло и достаточно большим размером спиц. Полотно плотненькое. С этой стороны у меня рисунок вафелька. Вот он легко считывается, даже несмотря на то, что здесь такое обилие вот этих вот ворсинок, которые такой мохнатый эффект создают. Но, тем не менее, рисунок считывается. Начинала я с итальянского наборного края, провязала 4 ряда полой резинки и затем перешла на само полотно. На основной рисунок. По краям у меня полый шнур, который отделен двумя изнаночными петлями. И вот здесь была моя ошибка. Что мне не очень нравится, это то, что изделие не поддается блокировке. Вот вы видите его уже после стирки, после моих попыток его заблокировать, ему придать форму. Но вот эта вот боковая часть, с обеих сторон боковая часть закручивается. Причем закручивается как раз на той стороне, которую я предполагала как лицевую, как основную. Здесь у меня с этой стороны, естественно, вот она такая вафелька. А с оснаночной стороны эта же самая вафелька выглядит вот так. Как такая прикольная резинка. Так что шарфик двусторонний. Ну вот видите, да, заворачиваются вот эти вот боковушки. Конечно, да, это была моя ошибка. Нужно было это предусмотреть с самого начала и вязать полую резинку. Просто тупо полую резинку с двух сторон. Вот слева и справа полую резинку. Например, на пяти петлях. И тогда этого бы эффекта не было. Потому что плотность была бы двусторонняя. А я вот зачем-то ставила эти две изнаночные петельки. И вот они у меня, собственно говоря, браздой-то и служат. В которую заворачивается полый шнур. Ну да ладно. Это не критично. Это такие, знаете, мои замечания. Придираюсь сама к себе, собственно говоря. И делаю пометки, чтобы в будущем, в общем-то, не повторить этого. Если вдруг, например, надумаю вязать что-то серьезное. Там кардиган. Или какие-то другие шарфики. В целом к пряже претензий нет. Расход довольно экономичный. Здесь полтора матка. Ушло шарф. Не сказать, что длинный. Метр. Сейчас вам точно скажу, я его мерила. Метр шестьдесят два. Метр шестьдесят два сантиметра в длину. Шириной он совершенно небольшой. Вот. Пятнадцать сантиметров. И еще сантиметров восемь. Ну, то есть, давайте так. Сантиметров двадцать пять, наверное, вот здесь вот ширину. Если его растянуть, может быть, чуть-чуть побольше будет. Но, увы, его как-то заблокировать не удастся. Вот какую форму он сам захочет, такую форму он и примет. Такая форма и останется. В принципе, очень неплохо смотреться, наверное, будут какие-то пуловеры, какие-то кофточки, какие-то кардиганы. К телу приятно. Но нужно брать такую модель, которая не требует особой формы. Да, то есть она будет так не спадать красиво, хорошо драпироваться. И просто болтаться по бокам. Что-то такое летящее, легкое и, наверное, оверсайз. Широкое. Не по фигуре, нет. По фигуре просто, ну, не тот материал. Вот. Что касается состава. Ну, конечно, да. Вот вы видите, да. Ожидаемо было, что будет мохнатым изделие. Вот вы видите, как выглядит сам моток. На самом деле, опять же, камера вас обманывает. На самом деле, цвет более красивый, насыщенный синий. Вы сейчас видите серый. Это да. Это такая вот цветовая погрешность. Тем не менее. Конечно же, буду еще вязать шарфики из этой пряжи. Скорее всего, уже на осень. Мужские шарфики планирую ввести в ассортимент. Это была проба пират, так сказать. И он тоже отправляется вот прямо сейчас, прямо сегодня, он отправляется в путешествие. Надеюсь, что подарок понравится своему будущему обладателю. Кстати, мужчина, которому достанется подарок это изделие, он сам, родом, вот оттуда же, откуда и эта пряжа. Он мерзнет в наших краях. Ему все время холодно. И надеюсь, что этот подарок будет актуален. Ну, а теперь, как и обещала, давайте расскажу вам про одно очень интересное мероприятие, которое состоится буквально вот на днях, в первых числах апреля. Это будет выставка. Порадуй себя подарками. Обнови облик и интерьер. Поучаствуй в бесплатных мастер-классах на выставке-ярмарке «Рус Арт Стиль». 4 и 7 апреля «Сокольники». Знаете, почему я очень хочу вам рассказать про это мероприятие? Причин несколько. Во-первых, это будет первая выставка с таким названием «Рус Арт Стиль», с таким заявленным тематическим наполнением. Это и интерьер, декор, дизайн, мода, подарки, хобби, мастер-классы. Там будет 7 отдельных направлений. В том числе и фудкорт будет очень разнообразный. Это даже будет не просто фудкорт, это будет салон. Там будет салон экотенденции в образе жизни интерьере. Там будут подарки, украшения. Будет отдельный салон, посвященный дизайнерской одежде. Коллекциям будут показы, модные показы. И, конечно же, будут мастер-классы. На сегодняшний день, насколько я знаю, там заявлено более 200 мастер-классов от мастеров. Так что скучать вам там точно не придется. Ну и вторая причина, почему я хотела бы, чтобы вы узнали об этом мероприятии и по возможности, конечно же, посетили его. Вы знаете, я нисколько не сомневаюсь в успехе этого мероприятия. Дело в том, что я знакома с организаторами. Организовывает это мероприятие Комаров Алексей Юрьевич. Это генеральный директор компании «Экспоресурс». Это один из самых-самых таких маститых, самых-самых известных и опытных организаторов выставок и ярмарок в Москве. Очень-очень много лет назад, еще в 2000-х годах, он уже организовывал выставки, ярмарки. И именно он, я не побоюсь этого слова, легендарный организатор всем известных выставок «Ладья» и «Жар-птица». Да, до недавних пор именно он, Комаров Алексей Юрьевич, организовывал вот эти грандиозные выставки. Да, сейчас так случилось, что команда теперь занимается другим проектом. Вот это как раз тот самый проект «Рус Арт Стиль». Для них это будет новая выставка. Они впервые ее проводят, как я уже сказала. Но учитывая их богатый опыт, учитывая их ресурсы, учитывая их четкое и ясное понимание, как вообще все это происходит, как это все организовывается, как это должно быть, на каком уровне должно быть проведено, и какой уровень предприятий, организаций, мастеров, брендов подбирается, знаете, я нисколько не сомневаюсь, что мероприятие пройдет на ура, мероприятие будет интересным, и самое главное, посетителям будет там интересно. Мои любимейшие бренды, про которые я вам неоднократно рассказывала, это Ирина Яга, бренд Яга, это Леночка Боха, мастер очень талантливый, которая шьет, она не вяжет, она шьет, а также многие-многие другие, они там принимают участие. Я тоже получила приглашение принять участие в этой выставке, но так сложилось, что я проанализировала результаты прошедшего сезона и поняла, что, наверное, закрою уже осенний-зимний сезон, весной я работать уже не буду, и дальше уже планирую участвовать, уже начиная с сентября во всех осенних выставках. И, кстати, «Рус Арт Стиль» выставка пройдет, скорее всего, осенью, уже не в Сокольниках, а на ВДНХ, по крайней мере, так мне сказали организаторы, надеюсь, что так все и случится. Очень интересная площадка ВДНХ, очень интересная площадка Сокольники. Поэтому организаторам я желаю успехов, желаю, чтобы все прошло замечательно, выставка состоялась. Участникам, если вдруг меня будет смотреть Ирина Яга или кто-то из девочек, кто планирует там участвовать, конечно же, я желаю, обязательно желаю вам успехов, успешной выставки. Ну а всем нам, посетителям, всем нам, интересующимся, любителям крафта, любителям дизайнерского, необычного, идейного, интересного, всем нам я желаю непременно посетить выставку и получить удовольствие. Так что до новых встреч на выставке! Ну и в завершении этого видео я хотела бы вам рассказать еще про одну новость. Немножечко вернемся назад к моему предыдущему видео, там я провела небольшой опрос в самом-сам конце видео. Я поинтересовалась у зрителей, интересно ли им узнать, так сказать, тайны, секретики, подробности того, как я веду свой бизнес, как я его выстраивала, с чего все начиналось, какие этапы были пройдены, какие вещи еще мне предстоит пройти, какие выводы я уже сделала. Ну, в общем, вот эта вот тема, да, тема заработка на вязании, но не на уровне рассказов про продажи в Инстаграм, фотографии самодеятельные и так далее. Нет, конечно, речь немножко о другом, речь о системе, речь о том, как выходить на коммерческих заказчиков, кто знает, может, даже и на госзакупки. Да-да-да, не удивляйтесь, ничего удивительного. Например, я могу вам абсолютно серьезно сказать, перед Новым годом лично я сама на сайте госзакупок бродила, искала, там смотрела что-то интересное и видела запрос администрации Санкт-Петербурга. Они выставляли запрос котировок на 150 платков ручной работы с изображением Санкт-Петербурга. Вот вам яркий пример. Так что это тоже тема очень интересная и совершенно неизведанная. Никогда здесь на YouTube никем не поднималась она. Мне есть что об этом сказать. И я предложила зрителям принять участие, так сказать, в небольшом опросе и ответить мне, целесообразно ли мне выносить эту тему или, может быть, нет. Я, конечно, честно признаюсь, я не ожидала, что ко мне все ломанутся толпами на консультации, интересоваться, как все это у меня происходит. Да нет, конечно. Я понимала, что это не самая, так сказать, интересная тема конкретно для моих зрителей. Возможно, у других блогеров дела обстоят иначе. Я понимаю, что меня смотрят люди, может быть, не настолько заинтересованные в вязании, как в коммерческом каком-то предприятии, может быть, даже в большей степени любители. Но, тем не менее, в общем-то, как я и предполагала, так оно и оказалось. Да, действительно, вывод довольно скромный. В общем, на YouTube я эту тему выносить не буду. Тот опрос он показал. И я решила открыть новый канал на Дзене. Да, есть такая площадка Яндекс.Дзен, где люди, авторы ведут каналы, ведут свои статьи, пишут статьи. И, в общем-то, я это сделала. Я открыла уже канал на прошлой неделе. Там уже несколько статей написано. Ссылка на этот канал находится внизу, здесь под видео, в описании. Вы можете пройти, почитать. Да, канал текстовый для тех, кто умеет и любит читать. Не получится вязать, а одним глазом посматривать, так сказать, в кадр. Нет. Там нужно именно читать. И, собственно говоря, я считаю, что это более удачный вариант, именно конкретно для той информации, которую я там пытаюсь донести до своих читателей, до своей публики. Дело в том, что, действительно, если что-то полезное для вас там окажется, если что-то, что вы хотели бы себе сохранить, как-то зафиксировать, то вы можете просто сделать скрин с экрана, и информация останется у вас. А видео бывает так, что и я могу сказать что-то мимолетное, и вы можете что-то прослушать и никак не зафиксировать. Поэтому видео скорее развлекательный контент. А там, да, там я... Кстати, там я пишу исключительно от первого лица. То есть, ну, стараюсь избегать советов, стараюсь избегать назидательности, стараюсь избегать инструкции, стараюсь избегать нравоучений, просто честно и очень откровенно рассказывая о том, как всё это было у меня. Кстати, очень многие вещи я на ютюбе действительно никогда не освещала, не рассказывала о том, как я получила свой самый-самый первый заказ. Одно единственное видео было у меня полтора года назад, где я обмолвилась о том, что у меня изделие ушло в массовое производство. Так вот, да, у меня заказали модель шапки и снуда, бриошь, в технике бриошь. Я краем-краем, так вот буквально, краешком коснулась этой темы. Так вот, как раз на этом канале, Зен-канале, я подробно рассказываю, как всё это происходило, как этот заказ ко мне пришёл. И надеюсь, что если вам будет интересно, если вам это будет полезно, если вы будете подписываться, если вы будете помогать мне этот канал развивать, растить его, распространять информацию, то, конечно, я с гораздо большим воодушевлением и с гораздо большей страстью буду делять ему внимание и рассказывать вам. Собственно говоря, это всё, что я хотела на сегодня вам поведать. Благодарю вас за то, что были со мной. Благодарю вас за ваше внимание. Мне оно очень и очень ценно, поверьте. Самое обидное, самое безжалостное, что может быть, это безразличие. А я точно знаю, что мы с вами друг друга очень любим. До новых встреч! Счастливо! 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 Счастливо!